Символы единства, с чего начинается театральный сезон и плавилась броня. Свой профессиональный праздник отмечают танкисты. Почему они главная ударная мощь страны и как Бобруйск связан с бронированной техникой. Это большие итоги, самые яркие информационные акценты недели от тех, кто видел все своими глазами. Я Максим Кимбель, мы начинаем. Усиленный контроль, трудовой кодекс и свободное небо. Воздушное сообщение между Белоруссией и Россией будет в полном объеме восстановлено. Когда и о чем еще договорились президенты двух стран? Пока мы едины, мы непобедимы. Республиканский автопробег доехал до Бобруйска, где остановились патриоты и сколько всего районов собираются посетить. Мы едем в Осиповичи, затем в Глузг. Чистая экология начинается с тебя. Спецавтопредприятия продолжают борьбу с мусором. Сейчас нормально, сейчас привыкли, выставляют, собирают. Почему раздельный сбор – это выгодно и сколько весит месячная порция городских отходов? Мощь, энергия, надежность. Белорусские танкисты принимают поздравления. Танковые войска неоднократно доказывали свою значимость в истории не только города Бобруйска, но и республики Белорусс в целом. Какие машины стоят на вооружении и какая у них главная задача? Огненная стихия, вакцинация по-американски и Северный поток-2. Укладка трубопровода завершена, когда система начнет работать на полную мощь. Миссия – защита. В Белоруссии день танкиста. А не главная ударная мощь сухопутных войск. На вооружении больше тысячи бронированных машин Т-72 различных модификаций. Бобруйск по традиции праздник отметил с размахом. Мемориал боевой славы в Киселевичах – эпицентр событий. Возложение, минуты молчания, игры, квесты и многое другое. Карина Гуревич о тех, кто грязи не боится. Сменяются годы и эпохи, но всегда на месте легендарный Т-34. Мемориальный комплекс в Киселевичах установлен в 1975-м в честь танкистов-освободителей. Каждое второе воскресенье сентября сюда стекаются сотни людей. На календаре бронированный праздник – День танкиста. 11.00, улица Горелика. Митинг объявляется открытым. Цветы и венки к подножию возлагают потомки героев, руководство Первомайского района, военнослужащие Бобруйского гарнизона и простые люди. Красные гвоздики – дань памяти. После минуты молчания вспоминают каждого, кто завоевал для Родины свободу и независимость. Это действительно значимое и весомое событие, потому что танковые войска неоднократно доказывали свою значимость в истории не только города Бобруйска, но и Республики Беларусь в целом. Поэтому то единство, то братство, которое царит, и у бывших военнослужащих, и у жителей, наверное, это та традиция, которую нужно сохранить. У Бобруйска большая танковая история. До 1992-го в городе дислоцировалась 5-я гвардейская армия. 70 тысяч штыков, 3 тысячи бронетранспортеров – настоящая мощь. Об этом и многом другом знает последний командующий, генерал-лейтенант в отставке Станислав Румянцев. Благодаря тому, что наш народ, советский народ, в том числе и белорусский, создан и сумел создать большое количество танков. Более 40 тысяч танков было во время войны выпущено, понимаете? И благодаря этому она приобрела ударную такую силу. День танкиста – народный праздник. Он объединяет бобруйчан разных возрастов. С импровизированной сцены звучат песни, работают тематические и игровые площадки. Сегодня белорусские танкисты – главная ударная сила страны. На вооружении больше тысячи бронированных машин Т-72. Основная задача в случае развязывания агрессии – защита республики. В мирное время – доказать высокий профессионализм на международной арене. Их девиз – мощь, энергия, надежность. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели. В чем сила? В единстве. Бобруйск на неделе встречал республиканский автопробег. Патриоты колесят по всей Синёкой, посещают знаковые исторические места. Заедут во все 118 районов страны. В городе на Березине колонна из нескольких десятков машин остановилась в крепости. Здесь возложили цветы к мемориальному комплексу жертвам фашизма. Какая главная цель марафона и что об этом говорят люди? Смотрите прямо сейчас. Это наши города, это белая земля. Это мой народ любимый, это Беларусь моя. Настроение вообще превосходное. Погода за нас. Автопробеги – это путь к объединению. Мы объединяемся, мы объединяемся дети, взрослые, народ всей страны, для того, чтобы наша страна была сильной, светлой, процветающей и мирной. У меня замечательное настроение. Автопробег – символ единства, действительно является символом единения белорусского народа. Беларусь моя, это наши города, это белая земля, это мой народ любимый, это Беларусь моя. Уже посетили все районы Гродгинской области, Брестской области, Витебской области. И сегодня, буквально после вас, нам осталось два региона Моглевской области. Мы едем в Васиповичи, затем в Блуск и передаем эстафету нашим коллегам из Гомельской области. Это наши города, это белая земля, это мой народ любимый, это Беларусь моя, это наши города. Настроение хорошее, погода тоже. Автопробеги. Сегодня мы участвуем в республиканской акции. Автопробег, который состоялся и состоится еще будет несколько дней проходить в других областях, который приурочен к году народного единства. Мы едины, мы за цветущую Беларусь, мы труженики села, поэтому стремимся трудиться сами и приучаем к этому подрастающее поколение, в которых воспитываем гордость за свою страну, за родину, за Беларусь. Цель посещения – это не только собрать зерно как символ единства, для того, чтобы 17-го числа испечь из зерна самый большой каравай, который объединит зерно всех аграриев нашей республики, но и в первую очередь это встретиться с людьми. И как по-другому не выразить единство, если на одной площадке мы встречаем детей, мы встречаем взрослых, мы встречаем дедушек и бабушек, что символизирует единство поколений. Тренд 21 века. Речь о раздельном сборе мусора. Это забота о природе, экономия денег, да и просто хорошее дело. Беларусь, и в частности Бобруйск, давно за чистую экологию. Например, по всему городу можно увидеть зеленые контейнеры. В частном секторе их больше 4 тысяч, во дворах многоэтажек полторы. Есть ли вторая жизнь у пластика, разбиралась наша съемочная группа. Это не кадры из фильма, а реальная часть водной глади. Одна из крупнейших в мире свалок. Большое тихоокеанское мусорное пятно. На кадрах кладбище Шин в Кувейте. 600 тысяч квадратных метров. Буквально месяц назад пожар на этой территории грозил стране экологической катастрофой. Все эти отходы разлагаются в течение сотен лет. А то и вовсе навечно остаются частью планеты. Безотходное существование пока невозможно для человека. Однако их количество можно сократить. Сегодня забота об экологии не просто модна. Это реальный способ помочь планете. И здесь Беларусь на передовой. Например, по всей республике в частном секторе уже несколько лет появляются зеленые контейнеры. Они для стекла, пластика, пленки и бумаги. Всего, что можно использовать повторно. В Бобруське такие тоже есть. Первый переулок механизаторов Николая Хромович с напарником грузят мусор. Содержимое емкости для раздельного сбора. По графику рабочие здесь бывают два раза в месяц. Для каждой улицы свое расписание, которое знают и местные жители. Сейчас уже вроде бы как люди привыкли. До начала было так. Они еще не понимали, какой мусор складировать. Они иногда бывают. Ну и сыпали такой бытовые отходы в МР-овские контейнеры. Сейчас нормально. Сейчас привыкли. Выставляют, собирают. Ездит отдельно машина, собирает. ВМР тоже по маршруту. Все отдельно. Для жителей частных домов 120-литровые контейнеры бесплатные. Вместе с ними получают и памятки. Важная информация. Если его украли, нужно обратиться в милицию. Здесь несколько вариантов решения. Найдут или выдадут новый. Сейчас две пластмассовые емкости возле забора – привычная картина. Это практично и эстетично. Всего на городских подворьях их 10,5 тысяч. Больше четырех – зеленые. Планируют закупить еще 11 тысяч. Что потом происходит с этими бутылками, вы знаете? Ну, на переработку их отдают. Как это? Знаем, конечно. Перерабатывают. А что еще? Ну, и дальше пускают в производство, видно. Ну, и как вообще считаете, это хорошо? Ну, конечно, хорошо. Раньше куда думали? А теперь вот хорошо, когда собирают мусор. Если я молоко выпила, я несу в этот зеленый бак. А если такой мусор, так несу в этот красный бак. Все. И насколько вообще для вас кажется сложным сортировать мусор? А какая сложность? А какая сложность? Это ж не тонны грузить и не сотни килограмм обыкновенно. Или положил то туда, это туда и все. В частном секторе зеленые контейнеры есть не у всех. Чего не скажешь о дворах многоэтажек. Здесь показатель стопроцентный. По всему городу установлено почти полторы тысячи емкостей, железных или пластиковых. Разгружают два раза в неделю. Многие побручане уже привыкли. Без проблем сортируют мусор. Сбор отходов завершен. Далее машина следует на предприятие. Там разгружается. Затем транспортировка в бункер оттуда на досортировочную линию. Стекло, пластик, пленку и бумагу разделяют и прессуют. И, наконец, отправляют на фабрике. На переработку идет 60%. В планах увеличить показатели. Однако не все, что пластмассовое, должно попадать в зеленый контейнер. Например, лотки от яиц, панели ПВХ и Тетропак. Акулатора у нас отправляется в основном на шклов, на бумажную фабрику «Спартак». Пэт-бутылка пластмасса у нас отправляется в Могилев на завод восточный. И отправляется на завод «Трипласт». Могилев тоже сам. Пленка у нас отправляется на «Скар» в Калинковичи и шины Могилев на Донатоне. В месяц спецавтопредприятие собирает полторы тонны вторичного мусора. Около 400 килограмм с частного сектора. Сортировка не только про заботу об экологии. Это экономия денег и сокращение количества свалок. К примеру, одежда и посуда из переработанных отходов – мировая практика. Несколько отечественных брендов уже создают коллекции из вторсырья. И самое главное – поучаствовать в глобальном проекте может каждый. На деле это куда проще, чем кажется. Стоит только начать. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели. Чистая экология – это не только правильная сортировка отходов. Еще и здоровый образ жизни. Помогают в этом местные органы власти. Так в Бобруйске появилась тропа здоровья. Для города это новинка – местонахождение микрорайон Киселевичи. Она подходит для прогулок, пробежек, езды на велосипеде. Ее протяженность – один километр. Какие еще сюрпризы вас там поджидают? Все подробности в нашем следующем материале. Все началось прошлым летом, вспоминает Сергей Каравинский, настоятель Свято-Иверского храма. Тогда пришла идея о создании тропы здоровья. Руководство города инициативу поддержало. Сформировали бюджет, определились с локацией. Кстати, выбирали между Киселевичами и Луковой горой. Выбор пал на первую. Пролегает она около церкви, а значит, всегда будет под присмотром. Здесь, на территории города, рассказывается о том, что нужно беречь природу. Потому что, ну, это наш дом, в котором мы не должны мусорить, должны беречь его. А на территории храма рассказывается о том, что Господь сам заповедовал о том человеку, чтобы он берег природу, чтобы он возделал ее. И вот таким образом построена тропа. Эко-тропа – это не просто дорожка в лесу. Здесь много сюрпризов. Вас встречают мультяшные персонажи, художественная выставка. Юные бобручане занимаются лепкой и рукоделием. Плюс везде есть таблички. Они рассказывают о растительном и животном мире. Также она отлично подойдет для любителей активного отдыха. Тропа здоровья поделена на две половины. Точка А – Свято-Иверский храм. Б – 21-я школа. Общая протяженность – 1 километр. Время в пути – около часа. Тропа здоровья – это подарок для самых маленьких и взрослых. Она первая, подобная в городе. У маршрута благородная миссия. Напоминает о защите природы, соблюдении порядка. Кроме того, можно узнать историю здешних мест. Будете сюда приходить, устраивать прогулки с друзьями? Конечно. Конечно будем. Да. Мне очень понравилось. Да, совершенно. А что ты здесь сегодня делаешь? Я леплю. А что лепишь? Саву. Саву. Что еще? Еще кораблик. Кораблик. Грибы будем лепить? Да. Грибы будем лепить. Как относитесь к открытию тропы здоровья? Это очень полезно для детей, для их родителей. Интересное времяпрепровождение. К слову, в Беларуси более 70 экологических троп. Протяженность самой короткой – 1 километр. Длинная – 175 тысяч метров. Можно идти пешком, преодолевать на велосипеде или на личном авто. Ольга Вассенда, Стас Чечерин. Итоги недели. Фонд защиты медиков, гибкий график и юность в сапогах. Осенний призыв в армию Беларуси перенесен на октябрь, когда новобранцы примут присягу. Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. Воздушное сообщение между Беларусью и Россией, временно ограниченное из-за распространения COVID-19, будет в полном объеме восстановлено 21 сентября. Решение было принято во время переговоров президентов двух стран. Они прошли накануне в Москве. Еще одним итогом встречи стало согласование 28 программ по союзному государству. Договорились и о цене на газ на 2022. Она сохранится на уровне текущего года. Осенний призыв в армию Беларуси перенесен на октябрь. Ранее отправка в ряды вооруженных сил приходилась на ноябрь. В 2021 она пройдет с 25 октября по 5 ноября. Присягу новобранцы примут 20 числа. Что касается внутренних войск МВД, части Госпогранкомитета и КГБ, то проводы юношей на срочную военную службу там состоятся с 15 по 30 ноября. С нынешнего учебного года меры безопасности в учреждениях образования берет под контроль Департамент охраны. Установят камеры наблюдения. Цифровые записи будут храниться минимум месяц. Для этого здесь появятся собственные серверы. Также в планах поставить турникеты. В Минске все школы уже перешли к новой системе. В регионах работа продолжается. В Беларуси создан фонд защиты работников здравоохранения в случаях профессиональных рисков. Его главная задача поддержать медиков, которые пострадали от противоправных действий других лиц во время выполнения своих должностных обязанностей, а также работали в экстремальных условиях. Помощь материальная и социальная также будет оказана. Требования специалисты должны состоять в ведомственном профсоюзе. Гибкие формы занятости пропишут в Трудовом кодексе. Теперь официально можно будет часть недели работать в офисе, а оставшиеся дни – дистанционно. Так Беларусь станет одной из немногих стран, где этот вопрос будет законодательно урегулирован. В целом ситуация на рынке труда сейчас стабильная, безработица не более 4%. Есть регионы, где показатели хуже. Для каждого из них найдут свой рецепт выздоровления. Театр начинается с вешалки, а новый сезон – с премьеры. Бобруйский храм Мельпомены, 77-й, откроет спектаклем «Песия и Янко». Это история любви молоденькой еврейки и цыгана в годы Великой Отечественной войны. О чем еще расскажет сюжет и когда зрители смогут увидеть постановку. Ольга Васенда заглянула на репетицию. Бобруйчанин по рождению, актер по призванию. Игорь Бурак долгое время прожил в Риге. Там и учился. В Беларусь вернулся в 2007-м. Прямиком на театральные подмостки. Душа и сердце просят, а против них не попрешь. Трудится в театре имени Дунина Мартинкевича. В портфолио с десяток постановок «Серебряные крылья», «Старший сын», «Желание любви». На очереди спектакль «Песия и Янко». Наш герой в главной роли. Зритель придет и увидит, что совершенно два разных человека, а они полюбили друг друга. Я думаю, это всегда интересно. Но еще раз я повторю, мне это очень интересно, то, что мой персонаж, он, ну это мы говорим цыган, а они говорят чхаваро. Вот, что он, ну он такой настоящий, мне кажется. И мне этим он очень нравится, этот мой персонаж. «Песия и Янко» – премьера Бобруйского театра. В пьесе два акта. В основе сюжета – война. Главные действующие лица – молоденькая еврейка и цыган. Люди находятся в нечеловеческих условиях. Несмотря на все препятствия, они любят друг друга. Это волшебное чувство помогает им жить. Истории больше 80 лет. Истребление, крепость, гетто. Годы Великой Отечественной. Чтобы показать на сцене историю любви, двух героев недостаточно, поэтому их семь. Плюс режиссер, художник-постановщик репетирует утром и вечером по несколько часов. Сценарий зародился этим летом. Режиссер-постановщик признается, за два месяца почти все успели. Сперва обсудили характер героев, после распределили роли, дальше придумали декорации, выучили текст, пошили костюмы. И вот уже премьера лирической драмы. Наш бобруйский зритель, в последнее время мы его подчевали комедиями, легким жанром. Для него будет это как бы нестандартно, не традиционно. Серьезный материал. Материал такой, я надеюсь, что зритель будет сопереживать. А и уйдет, если поплачут. Хотя задачи не ставят. Поставить зрителя в такое настроение, чтобы поплакать. Скорее, я буду рада, если они просто молча уйдут. Премьера спектакля «Песи Янко» состоится в четверг, 23 сентября, 18.00. Стоимость билетов от 4 до 7 рублей. Театр открывает новый сезон под номером 77. Ольга Васинда, Максим Галеонко. Итоги недели. Поезд на водороде, обязательная вакцинация и героическая смерть. Глава МЧС Российской Федерации Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске. Что случилось? Далее обзор громких мировых заголовков. Укладка «Северного потока-2» завершена. Последняя труба, сваренная, погружена в Балтийское море в водах Германии. Остается лишь соединить секции, идущие от Дании и от ФРГ. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, система начнет работать уже через несколько дней, несмотря на активное противодействие. Газопровод состоит из двух ниток, протяженность которой более тысячи километров, которые рассчитаны на поставку 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство началось в 2018-м. Глава МЧС Российской Федерации Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске. Ему было 55 лет. По данным СМИ, министр попытался удержать поскользнувшегося у края обрыва оператора съемочной группы, но оба сорвались и разбились. Съемка проводилась для учебного фильма. Евгению Зиничеву посмертно присвоено звание Героя России. На юге Испании около тысячи человек эвакуированы из-за сильного лесного пожара, который продолжается здесь несколько дней. На борьбу с огнем брошены все силы. В небе работает авиация, на земле 300 спасателей. Осложняет тушение неблагоприятные погодные условия. Причины ЧП остаются неизвестны. Одна из версий – поджог. Поскольку возгорание произошло в двух разных местах в вечернее время, когда поднимался ветер. Президент США Джо Байден одобрил план по увеличению охвата вакцинации населения. Отныне она обязательна для сотрудников крупных компаний и предприятий страны со штатом свыше 100 человек. Они должны получить прививку от коронавируса, либо еженедельно предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста. Сейчас в Штатах полностью иммунизированы чуть более 60% жителей. В Первой мере поезд, работающий на водородном топливе, прошел испытание во Франции. В ближайшие пару лет здесь планируется провести еще 14 пробных пусков такого ЖД-транспорта. И, возможно, с 2025-го они уже поступят в эксплуатацию. Об этом заявил французский министр транспорта. К слову, он и совершил поездку на проходившем проверку локомотиве. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok